Доброе утро, друзья! Дорогие друзья, мы вас благодарим за то, что вы это утро проводите вместе с нами. Дорогие друзья, мы вас благодарим за то, что вы это утро проводите вместе с нами. Дорогие друзья, мы вас благодарим за то, что вы это знаете. Дорогие друзья, мы вас благодарим за то, что вы это знаете. Субуының нәтижесінде өте шағын кристалдар жылдышаға айналадым. Дорогие друзья, мы вас благодарим за то, что вы это знаете. Дорогие друзья, мы вас благодарим за то, что вы это знаете. Дорогие друзья, мы вас благодарим за то, что вы это знаете. Это огромная угроза у национальной безопасности. И хочется отметить, что сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Халықаралық Субайлайшим күрлік қарсы күрес, 2004-н жылдан мастап жыл сайын 90-шы жил 90-да атабыты леді. Жалпы осы Субайлайшим күрлік пен күрес, текана мемлекеттің мүддесімен мүндетіғана емес, бүкіл қоғамның мүндеті болып табылады. Себебі осы жемкүрлік өмердің әрбір саласында да өзінің зиянын текіз жатыр. Поэтому, дорогие телезрители, не давайте и не берите взяток. Будьте честными и вместе построим светлое будущее. Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. В этот день, в 2003 году в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. Цель Конвенции – предупреждение искорение коррупции. Документ обязывает подписавшие его государство объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно положению Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции. На сегодняшний день Конвенцию подписали около 140 государств и ратифицировали около 80. Казахстан ратифицировал данную Конвенцию в мае 2008 года. Республика Казахстан – первая страна на постсоветском пространстве, которая на первоначальных этапах развития уделила большое внимание на борьбу с коррупционными правонарушениями. Коррупция затрагивает все страны вне зависимости от уровня развития. Она подрывает экономическое развитие, ослабляет демократические институты и принцип верховенства закона, нарушает общественный порядок и разрушает доверие общества, тем самым давая возможность процветать организованной преступности, терроризму и другим угрозам безопасности человека. Коррупция приводит к уменьшению богатства страны и снижению уровня жизни. В наши дни образовательная система развивается очень стремительно. И в нашем городе недавно открылся новый образовательный центр под названием «Марс Эдюкейшн» для даренных детей. Каламызда дарынды балаларды анталандыру мақсатында «Марс Эдюкейшн» уқу орталығы ашылды. Аталмыш орталықта роботик, обытуға дайындық, және Назарбаев сияткерлік мектебіне дайындық курстары, және ағышын тілін жетік менгеруге арналған курстар ашылды. Каламызда «Марс Эдюкейшн» балаларды оқу дамыту орталыға шылды. Мұнда білімберу роботы, математика, және логика, роботекс, Назарбаев сияткерлік мектебімен обытуға дайындық сабақтары, дебат клубы, ағышын пәні курстары оқытылады. Демалысы жұмыша сайтын аталмыш орталықта дектә жербелі деп білікті. Устаздарғана білімберед. Марс Эдюкейшн орталығына келушілерге әрсен бі сайын ағышын пәнін тегін оқытады. Әсіресе балалардың робототехникаға деген қызығушылықтар мен сұраны сартуда. Марс Эдюкейшн ұқу орталыға осы құркегі айының жерма екісінде өзің жұмысын бастады. Енді осында сабақ біретін мұғайымдер осы ұқу орталы бейл ашылған менде, бірақ дәліғы сәтті ұқу орталығы айының барлығы бірлікті тәзірбейілі мұғайымдер. Өз мектебінде олимпиады жүлдегерлерін шағарған ұлттық баңға тесістуден нәтижей көрсізген мұғайымдер. Осы дәлі қазір әттіңді осы 11-ші мектептің сәйкен секундың дарында арналған мектептің бұрынғы директоріме сапар бүйесең қадырлы басқарып, осы Марсайды өкешінің ұқы орталың баста ашып өтірміз. Бізге келіңіздер, сіздердің армандарыңызға әрбір ұқу үшінің жұмыс шасаймыз. Солды атты аптаның тәңірденгі сағат 9-дан бастап, кешкі сағат 6-шарым жетекінен жұмыс шасаймыз. Орталық балаларды ұқыты мен дамытуға, бос вақытын тиімді өткізі мен мамандық таңдауға көмектесет. Орталық түнисігі барлық балаларға ашық. Сіздерді мұнай мекен жайда, Нұс Мұхамбетова елі 9-да 1. Банық айылдамасында көтееміз. Бұлашыққа батыл қаданды Марс Эдукейшн ұрталығы мен бірге жасайық. Сігодня львам не рекомендуется планировать дальние поездки, а овнам звезды советуют быть бдительными и осторожными. Овен. День подходит для проведения совещаний, для приобретения личных вещей, для романтических встреч и недолгих поездок. Ближе к вечеру может напомнить о себе человек, с которым связывают не самые приятные воспоминания. Телец. Тельцов в этот день может напрячь чья-то просьба. Скорее всего, речь о человеке, которому нельзя отказать. Не исключено, что некоторые из намеченных планов пойдут немного не так. Научитесь подстраивать под себя переменчивые обстоятельства. Близнецы. Многым близнецам сегодня будет свойство не действовать на пролом, не обращая внимания на чувства людей, которые находятся рядом. Подобная твердолобость может оставить немало проблем. Рак. Для раков этот день может быть полон приятных сюрпризов. Максимальное количество положительных перемен произойдет в дневные часы, пока находитесь на работе. Возможно, уволится ненавистный руководитель или нелюбимый напарник. В личных делах не намечается больших изменений. Лев. Львы в этот день могут получить ценный подарок. Возможно, его дарителем станет кто-то из старших членов семьи. Предвидится немало рутины. Например, необходимость вернуться к делам, которые считали полностью завершенными. Дева. У дев сегодня может возрасти деловое чутье. Это отличное подспорье для тех, кто мечтает о профессиональном или бизнес-успехе. Вечером некоторым девам может потребоваться психологическая помощь или дружеская беседа. Весы. Весам в этот день не стоит демонстрировать эгоизм. Этот совет особенно актуален для тех, кто работает в большом коллективе. Командный успех под огромным вопросом, а значит, куда правильной дальновидной заниматься каким-то одиночным проектом. Скорпион. У скорпионов сегодня может появиться недовольство собой. Скорее всего, это произойдет не без веского повода. Вместо того, как упрекать себя в совершенных ошибках, начните думать о том, как можно их исправить. Стрелец. Стрельцам в этот день не позволительно допускать понебратское отношение к власть имеющей персоне. Рекомендуется контролировать каждое произнесенное слово. Пореже употребляйте местоимение «Я». Внимательно слушайте своих собеседников. Научитесь уважительно воспринимать чужую позицию. Козерог. Козероги в этот день могут увидеть просвет в череде житейских невзгод. Нельзя исключать, что с помощью какого-то незримого волшебства удастся избавить себя от части проблем, уходящих корнями недавнее поршлое. Водолей. Водолеям в течение этого дня не следует кого-то критиковать. Совет особенно актуален для тех, кто привык резко и радикально высказывать свое мнение о действиях вышестоящего руководства. Рыбы. Рыб в этот день сможет вывести из себя даже незначительное замечание, сделанное на повышенном тоне. Предвидится не только обидчивать и пессимизм, но и неуверенность в своей красоте. Будет неплохо, если рядом окажется человек, который поддержит ободряющим словом. Айдана, мне один из самых важных вопросов. Мне один из самых важных вопросов, как вы говорите. Какой же это вопрос, который тебя волнует? Козероги. 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 к нему. Ни одно тональное средство или пудра не ляжет красиво на сухую кожу, поэтому стоит обязательно усилить свой уход. Легкий флюид заменяем питательным кремом понасыщенные. При необходимости добавляем к уходу увлажняющую или питательную сыворотку. Наносить ее нужно после очищения лица тоником и перед дневным или ночным кремом. Зимой можно смело использовать помады и блески для губ. К тому же зимой кожа губ нуждается в дополнительном увлажнении, поэтому бальзамы идеальное решение. Холодное время года не повод отказываться от макияжа. Главное ухаживаться кожей и научиться правильно использовать декоративные средства, избегая досадных ошибок. Краситься нужно зимой, особенно ухаживать за кожей, в том плане наносить тональные основы, наносить увлажняющие крема, потому что зимой наша кожа подвергается ветру, холоду и все в этом роде. Поэтому обязательно нужно, прежде чем выйти на улицу, нанести хотя бы тональную основу под макияж. Если вы, в принципе, не пользуетесь макияжем, не красите глаза, брови, то просто естественный тон, немножко пудрый, немножко сделать скулы и тональную основу, конечно. Доброе утро, дорогие наши гости. Дорогие телезрители, как вы заметили, наша студия обрела новые яркие краски благодаря нашим сегодняшним гостям. Девочки, расскажите, пожалуйста, вы пришли к нам в студию как представители образцового ансамбля «Кызғалдах». То есть, это ансамбль танца. Расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе и как вы пришли к этому виду искусства. Ульголы «Кызғалдах» тарбия ансамбль налатын болсақ. Бұл 1994 жылы көжекер Шварайхан Сабыр «Кызының жетекшілерімен областы қалқшығармашылығының жаннан ашылған болатын. Мұнда бешлер өте көп десекте болады. Бұл, яғни, үлкен топ, орта топ, және күші топ. Судайын кейінгі дайындық дайырлық топы деп бөлінеді. Үлкен топта құрамында 16 қыздай, орта топта 16, және күші топта 16 дайырлық топы. Бұл 12-ке жуық болып есектеледі. Қандайда өнер болмасын, оның бастаушысы ұстазе. Өзеріңіздің бей жетекшілеріңіз тұралайты өтсеніздер. Жалпы көзекеші барайқан сабыр қызын алатын болсақ, ол кісі қазір үлкен жасқа жеткен болатын. Және де өзі қайратты өзінің бейсенділігімен, тапқырлығымен бәрімізді Қазақстанға дүние жүзіне танытып жатыр. Сол кісінің арқасында біз көп деген жетістіктерге жеттік, және де өзіміздің бос уақытымызды тиімді өткізуге көмектесіп жатыр. Жетістік демекші өздеріңіздің жетістіктеріңіз тұралайтыңыз. Қандай жетістіктерге жеттіңіз, қандай сайыстарға қатыстыңыз, республикалық қолсын, қалқаралық қолсын? Біз осы қазан айында, Ақтубе қаласында ұладала ұрпағы деген конкурсқа барған болатынмыз. Және мұнда жасаралықтары бар, үлкен топ, орта топ аралығында, және күш топ аралығында. Осы біздер үлкен топпен бірге сайызқа түскен болатынмыз. Оралдан, әртүрлі облыстардан бейшлер келген болатын. Біз сон арқасында, үлкен топтың арқасында өзіміз 12 ғыз барған болатынмыз. Сон ішінде біз башылды еленген болатынмыз. Осы башылдың арқасында Алматыға суперфеналға жолдама берілген болатын. Айнар, расқажите, пожалуй, қақ проходят ваше ежедневні тренировки? Біз жұманың әр үш көнінде репетицияға барамыз. Біздің бір күндік дайындығымыздың өзінде бірек сағат талады. Астанокпен жұмыш жасаймыз, билерімізді айтылаймыз, нүші түрлі күймілдармен репетиция жасаймыз. Основы хореография – это, конечно же, классические танцы. Вы знакомы с классическими танцами? Арене, біздің астаноктағы жұмыш жасайтын күймілдарымызғы барлығы кассикалық түрде өтелі. А сколка танцов насчитывается в вашем репертуаре? Енді, айта кетсек, көп бізде алтынай, жайық қыздары, күмілді оқыны, тады сол сияқты. Казақ билеріне біз көбінесек, жаңғы, народные танцы боландықтан, халықтық, жаңғы, қазақша билерді билейміз. То есть, в основном, у вас толькі народные танцы. А что насчет модерн, современных танцы? Студенттер келеді, сол уақытта жаңғы, замановый билерді үритет. Ал сіз үшін осы бей өнеріндегі ең үлкен жеткен жетістіңіз қандай? Айта берсек негізі көп қой. Біз деген негізі ансамбліміз бен, тек қана Қазақстанның қалаларындағы байқаулар дамез. Біз әртүрлі елдерде болдық. Ресия елдерде, мысалы Маскев елінде болып, біз жүлделі орындарға ебе болдық. Біздің құрамға дейінгі үлкен құрамдар, оларда, Түркия елінде болып, Тагестан елінде болып, сол жерден басшы жүлде бірінші орындарда елін келді. Говоря о конкурсах, девочки, вы, наверное, много раз уже съездили с вашей программы в разные города. А в такие моменты, были ли такие случаи, которые оставляют вас улыбаться, вспоминая те моменты? Девочки, скажите, пожалуйста, все мы знаем, что в Казахстане все регионы, отличаются своим стилем, своим направлением. Как вы считаете, в чём заключается преимущество танцевальных коллективов нашего региона? В чём они сильны, так скажем? Негізнен, әр облысын өзінің бей коллективдерінде әртүрлі, бейлері әртүрлі болады. Олар өздерінің бейлерімен ерекшеленеді, біз өзімізін бейіміз бейерекшеленеді. Кибер, бей ансамбльдері өздерінің жаңа заманауи бейлерімен, өздерінің ерекше, қимылдарымен ерекшеленеді. Салы бізде көбінесе жаңа қызақ бейлер болғасын, біз сол жағымен ерекшеленеді. Сіздерге бейді жетекшілеріңіз хореографтарыңыз қойып береді, алы болашақта өздеріңізді осы хореограф болам деген ой бар ма? Негізінен мен өзім жеке кішкентайымды енді. Бейлеп жүрген қыз, әр бір қыз, өзі бейші болғасыз келеді. Ол әр бір қыз норманы. Мен деде оңдай болып, бірақ енді қазір уақытта мен өзім айталмайым, болашақта хореограф болам деп. Бірақ ол бір алланың қолында. Как вы считаете, что дает занятие хореографией детям? Негізінен хореография болдыген тек қана бейір өтімен емес. Бұл баланың жаңағы ой өрсін жетілдіруге бақытталад. Мен егіз кешкентайымда өзім тұйық, яған қыз болғамын. Кейін осы беге келесімен, мен беге келеме бейл 10 жыл болды. Сол 10 жылын ішінде мен өзімнің жаңа блашатқанда тіл байлығымды көбейттім біріншіден. Сонымен ғатар өзімнің көп до стартаптым жаңағыдай ортаға үйрене бастадым. Да, и вправду, занятие хореографией имеют огромное количество преимуществ. Это, конечно же, в первую очередь преодоление боязни сцены, не так ли? Айнара, Айдана, біздің студия келемдеріңізге рахмет. Ал енді сұхбатымыз өзімәресіне жетті, сұхбатымызын соңында көрелмедеріге танғы тілегіз. Күрметті оралдықтар, қайрылы күн. Сіздерінің бүгінгі күндеріңіз әткелеттілей. Алдағы кележатқан мерамдарымыз күтті болсын. Дорогие нашы гости, мы вас благодарим за интересную беседу и желаем вам творческих успехов и, конечно же, вдохновения. Дорогие нашы гости, мы вас благодарим за интересную беседу и желаем вам творческих успехов и желаем вам творческих успехов. Нашы первые дружбы, первая любовь и сидя на парте, мы получали свои первые знания. Поэтому именно с этим предметом интерьера связаны очень теплые воспоминания. Ендіше мектеп оқушыларының назарына келесе бейінюзікті сынатын боламыз. Мектептің күнды жаптығы саналатын партаның шығу тарихы теренге. Бастапқыда парталардың ойлап табылуының негізгі мақсаты оқушыларды бір-бірінен бөлек отырғызу еді. Ең алғашқы сабақтарда оқушылар жерге отырып немесе жатып жазатын болған, бұл сиек бітімі бекінеген балаға ұңғайсыз еді. 19-ғыншы қасырда Ресейде ең алғашқы парталар пайда болды. Оны ойлап тапқанда Ресейлік атақты кегенес, Эрестман. Ресейлік атақты кегенес, Эрестманның қиялынан туған парталар бала сынбатын дұрыс қалыптастыруға үлкейін әсерін тегізді. Әрине бұрынғы парталарды бүгінгі парталармен салыстыруға мүлдем кенмейді. Қылым мен техникі дамыған сайын партаныңда түр-түр шығыда. Қазіргі таңда қолданысқа берілген парта түрі ұқушылардың ұңғайна қарай жасалған. Бастауш сыныптан бастап, жоғарғы сынып ұқушыларына дейін жарайды. Себебі оның жылжымалы аяқтар бар. Оны бала өскен сайын өзінің ұңғайна қарай пайдалануға мүмкіндік мұл. Міні партаның сіз білмейтін шығу тарихы осындай. Сложно поверить, но компьютерная мышка празднует уже почти свой полувековой день рождения. Ее впервые на публику представил доктор Энгельбарт в 1968 году на специализированной конференции в Сан-Франциско. И что самое интересное, эта часть персонального компьютера действительно напоминает настоящую мышку. Паршамызға таңыз компьютер чығанның идеясы мен концепциясын Американдық Дуглас Энгельбарт жасағанын білесіз бе? 1963 жылы Энгельбарт зерттеу лабораториясын құрады. Ол лабораторияда бірнеше компьютерлік жоба жасайды. Оның ең атақтысы НЛС, яғни, ағылшынша онлайн систем. Яғни, гипертексты электрондыр базысы мен оған арнайы компьютерлік чыған. Сейчас сложно представить, чем бы мы пользовались, если бы не изобрели компьютерную мышку до появления сенсорного джойстика. День рождения компьютерной мыши отмечается 9 декабря каждый год, начиная с середины прошлого столетия. Вскоре аксессуар будет праздновать свой полувековой юбилей. Устройство, которое изначально называли манипулятором, создал Дуглас Карл Энгельбарт. Автор представил свое изобретение на осенней единой конференции, посвященной компьютерным технологиям. Сегодня существует два вида компьютерных мыши – механические и оптические. Последние лишены механических элементов, а для отслеживания передвижения манипулятора относительно поверхности используют оптические датчики. В конце 90-х годов компания Sun Microsystems представила первую лазерную мышь. Последней новинкой техники стали беспроводные мыши. День рождения мышки не связан с глобальными торжествованиями мероприятиями, Но на это число часто планируются презентации новых моделей данного аксессуара, который выпускается большим количеством производителей IT-устройств. 9 декабря часто проводятся тематические семинары, тренинги, выставки, круглые столы. В СМИ публикуются заметки, посвященные этому компьютерному аксессуару. На телевизионных каналах и в эфирах радиостанции транслируются передачи, рассказывающие об истории существования мышки. Дорогие друзья, если вы хотите поздравить своих родных и близких с днём рождения или же просто передать тёплые слова жителям нашего города, то звоните по номеру или же пишите на WhatsApp по легко запоминающемуся номеру 8702-88-702-88 или же обращайтесь по адресу Петровского 103. Дорогие телезрители, мы надеемся, что это утро вы провели легко, полезно и приятно. Ведь в нашем выпуске мы узнали, как можно нанести зимний макияж. И ещё узнали много-много чего интересного. Дорогие телезрители, мы прощаемся с вами до завтра. Удачной вам недели!